Позиции американского доллара уже не так устойчивы, как прежде, но все же недалеки от своего месячного максимума. Доллар удерживается под ударами тревожных новостей. Банковский кризис может повториться. Во вторник агентство Moody's понизило кредитный рейтинг 10 малых и средних банков США и предупредило, что другие крупные банки США также находятся в списке наблюдения для дальнейшего понижения рейтинга. Кроме того, сохраняются опасения за состояние глобальной экономики, особенно после очередной обескураживающей новости из Китая. В соответствии с последними отчетами по инфляции выявляется факт дефляционной спирали, способной заметно замедлить темп роста мировой экономики. О том, какие еще новости готовы изучить инвесторы на этой неделе и как будут реагировать на них, обсудим далее. Вы смотрите Календарь Трейдера. Прежде всего, ключевое событие этой торговой недели – данные по темпу роста потребительских цен. Согласно прогнозам, показатель по инфляции должен вырасти до 3,3% в июле месяце, несмотря на все агрессивные действия Федрезерва. Однако на рынке есть сомнения относительно такого исхода, от чего и наблюдается определенное затишье. Трейдеры не ведут активной торговли, ожидая публикации фактических данных. Но если прогноз подтвердится, то мы увидим довольно резкий рост американской валюты. Ведь возобновившееся ускорение инфляции станет веской причиной продолжать подъем ставки американским Центробанком. Уже на следующий день, в пятницу, внимание трейдеров переключится на новости относительно состояния британской экономики, темпы роста которой, согласно прогнозам, стагнируют во втором квартале. Опасения глобальной рецессии явно не беспочвены. Европейским статистическим ведомствам всеми правдами и неправдами удается переубедить пока инвесторов в отсутствие угроз экономического спада. Посмотрим, как будет выходить из некомфортного положения британцы. Но что касаемо темпов роста о промышленности, перспективы были весьма смутные, если судить по содержанию отчетов по деловой активности в секторе. В пятницу ждем фактических данных по изменению объема промышленного производства, выработка которого может немного подрасти за месяц. Но годовой прирост все же остается в зоне отрицательных значений. Ожидается замедление падения до 1,1% за год. А уже на открытии американской торговой сессии в пятницу трейдеры вернутся к теме инфляции в США. Детальному рассмотрению удостоятся данные по индексу цен производителей как сигналу об изменении потребительской инфляции. И прогноз сулит ускорение роста цен, что вновь вернет на рынок спекуляции на тему необходимости продолжать повышать ставки ФРС. Конечно же, в таких настроениях ожидается усиление спроса на американскую валюту. Причем ажиотаж может быть таким, что вполне возможно останутся незамеченными новости относительно изменения настроений потребителей США в оценке экспертов Мичиганского университета. Хотя предварительное значение августа, согласно предположениям аналитиков, поднимется совсем немного и можно даже сказать, что останется на прежнем уровне у отметки в 71,7 пункта. Так что если данные подтвердят верность прогнозов, то игнорирование этой новости рынками неизбежно. Тонторгам будут задавать информацию по ценам производителей. О том, как будут развиваться события, вы узнаете из наших информационных видео на канале ИнстаФорекс ТВ. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся в новых видео!